Пошаговый алгоритм покупки вторички. Не все так хорошо, как хотелось бы. Арендное жилье подорожает. Большинство живет на социальные пособия. Вводится понятие такое, как напряженные зоны. Мы купили виллу. Ну и в общем, агентство на некоторый период времени пропадает. Приветствую вас, уважаемые подписчики. Вы на канале Кипреотики. С вами бессмена, ведущая этого канала Дмитрий Новицкий. И я хочу вам рассказать о тех событиях, которые произошли за этот месяц. Коснуться событий, которые произошли в нашей жизни, в нашей ячейке семьи. И, конечно же, тех событий, которые произошли глобально в рамках Северного Кипра. Что вообще поменялось за это время, какие вообще нюансы вам стоит знать. Ну и, конечно же, расскажу о нашем опыте продажи недвижимости. То есть продажи вторички и покупки вторичной недвижимости. Какие нюансы, на какие нюансы стоит вам обращать внимание. Расскажу в целом пошаговый алгоритм покупки вторички. И, возможно, своими дельными советами помогу вам избежать возможных проблем или потери денег. Которая могла бы произойти в случае вашего некомпетентности, незнания всех реалий Северного Кипра. В общем, начну тогда с самого важного события, которое произошло у нас. Это покупка дома. Мы купили виллу. Купили виллу недалеко в Буазе. Потом, чуть позже, покажу вставки, как мы уже переселялись в нашу виллу. Более подробное видео, обзоры и так далее. Возможно, сниму, но это будет чуть позже. Что касается вообще выбора недвижимости, продажи вторички. Например, смотрите, у вас есть вторичная недвижимость. Вы решили ее продать. Как вообще ее можно было бы продать? Если вы не являетесь, понятное дело, риелтором, агентом по недвижимости, вы можете продавать ее самостоятельно, размещая информацию в различных чатах, в телеграм-каналах, на сайтах. Либо обратиться к агентствам по недвижимости. В моем случае у нас было несколько квартир, которые мы брали в рассрочку. Понятное дело, у нас не вся стоимость этих квартир могла быть в наличии. Но это как раз таки явилось большим плюсом для того, чтобы мы смогли ее довольно быстро продать. Одну квартиру продали самостоятельно, вторая с помощью одного из партнеров агентств недвижимости. И здесь я хочу вам более подробно, детально рассказать вообще про саму процедуру продажи вторичной недвижимости. Потому что многие подписчики, которые ко мне обращаются как раз таки с просьбой продать недвижимость, либо когда покупают недвижимость с целью инвестирования, либо для жизни, а потом все-таки в планах имеют желание продать эту недвижимость, расшириться, либо вообще для каких-то других целей. Соответственно, у них этот вопрос является таким самым частым. Как же вообще все-таки происходит эта процедура? В принципе, процедура довольно простая, относительно простая, но нужно ее вам будет знать, я вам ее проговорю. Получается, если вы являетесь собственником вторичной недвижимости, то обращаетесь в агентство недвижимости. Как правило, агентство недвижимости просит вас, чтобы вы предоставили полную информацию по квартире, то есть бросили фотографии, документы, хотя бы написали, подтвердили, что по документам вы являетесь собственником этой квартиры. То, что у вас там уплачены, либо не уплачены налоги, там НДС, трансформаторный сбор, какие-то другие платежи. Выплачена полная стоимость квартиры, либо квартира находится в расстрочке, либо в кредите. И, соответственно, тут уже по усмотрению, либо само агентство приезжает, фотографирует, либо снимает видео у этой квартиры для того, чтобы предлагать своим клиентам, либо агентство ограничивается теми фотографиями, которые вы как собственник ему сбрасываете. Ну и, в общем, агентство на некоторый период времени пропадает, то есть занимается тем, что в числе прочих объявлений рекомендуют вашу квартиру. И если, ну как бы так совпали, скажем так, предпочтения клиентов агентства и вот с параметрами, подходящими под вашу квартиру, соответственно, к вам потом может обратиться агентство уже с клиентом. В таком случае вы должны перед передачей этой квартиры, если у вас титул не переведенный, должны прийти к застройщику вместе с потенциальным клиентом, либо с представителем агентства, чтобы уведомить застройщика о том, что вы собираетесь продавать объект недвижимости, чтобы застройщик мог уже составить договор о расторжении договора купли-продажи с вами как первоначальным собственником и подготовить потом уже новый договор купли-продажи уже с новым покупателем, то есть собственником. Здесь, учитывая то, что у вас жилье находится еще не в собственности, а вы выплачиваете расстройщику либо кредит, фактическим собственником этого объекта является застройщик. И он же является как раз-таки стороной-продавцом в той сделке, которая состоится потом уже с новым покупателем. От вас только требуется, как я уже сказал, подписать договор о расторжении. Учитывайте нюансы, что многие застройщики за переоформление договора берут деньги. Кто-то может брать 500 фунтов, кто-то может брать и 3000 фунтов за переоформление договора, поэтому все нюансы вы как собственник должны заранее знать, чтобы предупредить либо потенциального клиента, либо агентства о том, что вот могут быть такие дополнительные траты, которые лягут в расходную часть либо самого собственника, то есть вас, либо нового покупателя. В общем, если этот момент вы уже с этим моментом определились, решили, вы должны перед расторжением договора выполнить определенный ряд действий. То есть вы первое. Если ваша квартира зарегистрирована в земельном кадастре, вы должны получить у застройщика так называемое разрешение на то, что у вас нет никаких задолженностей, и вы можете снимать спокойно с учета в земельном кадастре в топу данную квартиру. Застройщик вам это выдает, документ в виде бланка, с которым вы обращаетесь непосредственно в земельный кадастр. Земельный кадастр находит вашу квартиру в реестре зарегистрированных квартир, и, соответственно, вашу учетную запись, скажем так, выписывает вас как собственника, ну или как человека, который непосредственно предыдущий собственник был квартиры. Параллельно с этим вы, конечно же, оплачиваете, погашаете платежи перед за электроэнергию в Киптеке, водоснабжение. Ну, с водоснабжением намного проще, потому что счетчик водяной, пока вы не положите определенный бюджет на этот счетчик, скажем так, не пополните его, у вас воды не будет. Соответственно, в минус загнать счетчик водоснабжения воду у вас не получится. Кроме этого, вам нужно обратиться еще в местный муниципалитет, которым вы должны оплатить муниципальный налог и консульский сбор. Муниципальный налог и консульский сбор для квартиры 2 плюс 1, либо 3 плюс 1, ну и, в принципе, практически любого жилья, он небольшой, он в год составляет примерно 500-1000 лир. То есть сумма, как вы видите, незначительная. Но в любом случае, чтобы новый собственник спокойно принял от вас объект недвижимости без каких-либо задолженностей и так далее, необходимо оплатить и эти налоги. Важный нюанс. В налоговой, вернее, в земельном кадастре вы не снимаете квартиру до тех пор, пока не получили от покупателя, либо от агентства депозит. Потому что если вы снимете, опять же, в земельном кадастре вашу квартиру с учета, а человек отказался покупать по каким-то причинам, и продажа вашей квартиры заморозилась на энное количество времени, то, соответственно, чтобы обратно поставить эту квартиру на учет в земельный кадастр, вам по факту придется еще раз ее регистрировать. А с учета нынешних правил платите 6% налога на перевод титул. И это, конечно, не есть хорошо. Поэтому вначале получили депозит, после чего вы снимаете с учета квартиру в ТАПУ, платите все налоги консульские сборы и прочее, прочее. Как вообще вносится депозит? Депозит может передаваться путем заключения предварительного соглашения у застройщика, куда вы приезжаете либо с новым покупателем, либо представителем агентства, и застройщик составляет называемый бланк предварительного соглашения, в котором указываются, оговорятся сроки, в течение которого новый покупатель должен нанести оплату за квартиру, стоимость квартиры. Ну, в общем, все те нюансы, которые необходимы для составления потом договора купли-продажи. Когда все оплачено, сроки подошли для того, чтобы новый покупатель вносил вам оплату за квартиру, вы приезжаете непосредственно к застройщику вместе с новым собственником. Как правило, там новый покупатель передает вам денежные средства, вы подписываете договор расторжения, и одновременно застройщик дает новому собственнику договор купли-продажи для подписания, для того, чтобы он уже являлся полноправным владельцем этой квартиры, ну и принял на себя обязательства по расстройкам, кредитам, если в плане платежей еще что-то осталось для оплаты. В принципе, процедура, как я вам сказал, именно продажи вторички, она довольно простая. Единственный момент, конечно, больше рисков в этом случае есть для покупателя, потому что он, как правило, сюда приезжает впервые, не зная всех реалий Северного Кипра и многих нюансов. Поэтому, конечно, в таком случае, находясь на стороне потенциального покупателя, первое, лучше в любом случае воспользоваться услугами адвоката, либо нотари, для того, чтобы можно было, как минимум, посмотреть, как составлен договор застройщикам, соблюдены ли, хоть какие-то минимальные права покупателя, потому что, к сожалению, сталкиваясь и читая разные договоры у застройщиков, понимаешь, что застройщики себя, в первую очередь, подстрахуют со всех сторон. Но такого же ожидать паритета в соблюдении прав для покупателя ждать не приходится. И тут уже приходится либо соглашаться на условия, которые оговариваются застройщикам, либо этим застройщикам, либо выбирать себе какой-то новый, другой объект недвижимости, другого застройщика, где договор составлен более, скажем так, лояльно по отношению к новому покупателю, либо где застройщик может идти на уступки и редактировать этот договор с участием как раз-таки адвоката, для того, чтобы как раз полностью защитить права и соблюсти права и обязанности нового покупателя. Что касается уже покупки вторички, давайте я расскажу тоже, опять же, на собственном примере, на примере, как мы вообще искали виллу. В целом она не особо отличается от процедуры продажи, потому что я вам уже рассказал про обе стороны, которые участвуют в процедуре продажи с одной стороны и покупки с другой стороны. Но единственный момент, я не коснулся как раз-таки вопросов, связанных с титулом. То есть, как вы знаете, на территории Северного Кипра условно есть несколько видов титулов, хотя в целом они на законодательном уровне или где-то документально нет такого разграничения, но условно все равно их разделяют. Это титул турецкий, титул обменный, титул таксиз, ну и еще есть там парочку каких-то разновидностей. Для тех, кто хочет более подробно разобраться, как вообще отличается один тип титула от другого, какие дает он возможность, какие ограничения, посмотрите у меня видео на моем YouTube-канале. Укажу вот ссылочку, продублирую здесь выше. Что касается, опять же, проверки титула. Вы нашли потенциально интересную виллу или квартиру, неважно. И получаете информацию от собственника, что это вилла, либо квартира имеет уже переведенный титул на нового собственника. Вы уже сразу понимаете, что автоматически в этом объекте движимости уплачен, как правило, НДС 5%, потому что не уплатив его, перевести каким-либо образом титул у собственника не получится. Уточняете у собственника, уплачен ли им последний трансформаторный сбор, это подключение коммуникации электричества и так далее. Это то, что именно застройщик, когда вводит в эксплуатацию объект, проект, вернее, комплекс, например, подведение непосредственно коммуникации, водопровода, электроснабжения, охватывается оплатой платежа трансформаторного сбора. Не путаем ни в коем случае с оплатой обычных счетчиков, вот КИПТЭК, либо счетчиков водяного, которые мы уже в муниципальном органе покупаем и оплачиваем. Вот это совершенно другой тип налога, он уплачивается единожды, единовременно. У собственника, у владельца также просим, чтобы он показал по возможности договор, проустанавливающий о том, что он является собственником, договор купли-продажи, коим является, и, конечно же, сам непосредственно титул. Учитывая, что сами титулы – это документы, которые составлены на турецком языке, плюс еще, если получал собственник этот титул давно, они идут в таком старом формате, рукописном. Разобраться и понять, не зная всех этих нюансов, довольно тяжело. Поэтому, конечно, в таком случае, покупая жилье на вторичке, я бы вам рекомендовал обязательно обращаться либо к адвокату, либо к нотариусу. Ну, желательно к адвокату, который смог бы потом же правильно составить договор купли-продажи, учесть все нюансы, все условия, в том числе, которые касаются передачи депозита, первоначального платежа какого-то. Потому что есть риск, опять же, с другой стороны, что собственник может либо отказаться по какой-то причине от сделки, уже в момент почти ее совершения, либо увеличить стоимость объекта недвижимости, ничем, в принципе, не мотивируя. И можно попасть в неудобную ситуацию, если вы имеете ограниченный бюджет, продали то есть то имущество, которое у вас было, и фактически попали вот в такую ситуацию, что у вас нет вообще выбора, либо покупать этот дом, там, либо объект недвижимости, либо влазить в долги, одолжив необходимую сумму, либо искать какие-то другие варианты и тратить время на то, чтобы арендовать жилье и так далее. Вот это, на самом деле, является таким тоже вот волнительным моментом, когда особенно ты хочешь состыковать сделку, когда у тебя есть недвижимость, например, здесь, да, на Кипре, хочешь продать свои апартаменты, и еще у тебя денег не хватает, например, на ту же самую виллу, и ты зависишь, получается, и от покупателя, и зависишь от продавца, с обеих сторон зависишь. И, в принципе, как раз-таки даже цена объектов недвижимости, иногда для того, чтобы ускорить этот процесс как-то, приходится идти на уступки, снижать цену на свой объект и не торговаться особо с новым собственником, потому что если действительно хороший объект, есть потенциальные покупатели у этого собственника, этот объект недвижимости, вилла может в любой момент уйти, и можно остаться с проданной квартирой, расстаться с проданной квартирой и не получить вот ту виллу, которую ты хотел. Вот в нашем случае как раз такая ситуация, ситуация имела место быть, было немножко так вот, скажем так, стрёмно. Почему? Первое. Мы изначально нашли виллу не тут, в Буазе, возле Абели, а нашли в другом месте, на горочке, я где-то кратко в предыдущем видео об этом рассказывал. Нашли эту виллу у Киприота, который являлся собственником, эта вилла была уже с переведенным титулом, правом собственности, и эта вилла строилась не застройщиком в свое время, а это было индивидуальное строительство. И для меня этот момент был вообще на самом деле особо незнаком, и учитывая, что я здесь являюсь иностранцем, фактически не имею там таких каких-то прав, как местный Киприот, поэтому я для того, чтобы себя подстраховать, перед тем даже как вносить, передавать депозит, даже минимальный, я договорился с этим собственником о том, что необходимо составить договор купли-продажи. Я обратился к моему партнеру-адвокату, мы составили договор купли-продажи, причем Киприот постоянно меня, скажем так, нагнетал обстановку, говорил, что вот давай передавай мне депозит, у меня есть там покупатели стоят, там толпа этих покупателей, я сейчас продам другим, либо увеличу там стоимость недвижимости, а я еще с ним как раз договаривался на небольшую отсрочку платежа на 2 месяца, потому поскольку не обладал нужной суммой даже при продаже этих двух квартир, которые у меня были. В общем, было очень много таких моментов волнительных, и поэтому я старался все-таки не идти на поводу у этого Киприота, и несмотря на его, скажем так, вот эти импульсивные моменты, связанные давай передай, передай мне депозит, я старался с ним как бы договориться. Вот, в общем, договор я составил, мы пытались опять же проговорить условия в договоре с тем, что Киприот хотел, чтобы я внес уже сразу крупную сумму, больше 50 тысяч фунтов сразу, и в случае, если, например, по какой-то причине не состоится сделка, да, а у меня опять же она могла не состояться по причине продажи моих квартир, я фактически мог эту сумму 50 тысяч потерять. И, конечно, я на такие условия не хотел идти, потому что 50 тысяч – это немаленькие деньги, и на них, в принципе, можно даже почти студию купить, даже в текущих реалиях. А, в общем, по итогу, Киприот не хотел вот идти в какой-то части на вот эти уступки, а я не хотел потенциально подвергать себя таким финансовым рискам, поэтому мне пришлось отказаться от сделки. Кстати, после того, как я отказался от сделки, хотя никаких затрат со стороны Киприота, понятное дело, не было, затраты по составлению договора нес непосредственно я, были еще претензии по поводу того, что я вот так отказался, что человек чуть ли не там продал какие-то там свое имущества или там купил что-то такое, то есть влез какие-то там траты и т.д. В общем, слава богу, что так и произошло, потому что, опять же, у меня даже при условии заключения этого договора не было стопроцентной гарантии даже, что когда я выполнил эти условия, что тот же самый Киприот сможет выехать со своей семьей в установленные сроки, да, и мне не придется где-то искать там квартиру в аренду до тех пор, пока вот это не пройдет, передача объекта недвижимости. Вот, ну и вообще в целом, когда мы посмотрели еще близлежащие регионы, как раз-таки тут не было вообще никаких вариантов, мы поняли, что все-таки то место, где мы изначально хотели покупать, наверное, все-таки не совсем для нас будет подходить, потому что, первое, до ближайшего магазина необходимо было проехать на машине, петляя где-то в течение 10 минут, и сама территория, где располагалась вот та вилла первоначальная, она находилась в частном секторе, который состоял из различных вилл, эти виллы были построены в разном стиле, дорога, которая находилась между виллами, особо ее никто не убирал, то есть сам собственник, если что-то убирал у себя перед территорией, ну, было хорошо. А большая часть вилл находилась в таком состоянии, либо без нормальной растительности, либо, если растительность росла, она была нормально и не подстрижена. В общем, такое, деревенский мотив, который, ну, не обладал вот той привлекательностью, вот, которая была, радовала глаз. Вот, поэтому случайным образом получилось то, что вот в комплексе, который находится прямо рядышком возле Абелии, мы вообще там рассматривали несколько вариантов виллы, даже на 3 плюс 1 были виллы согласны, несмотря на то, что у нас переселяется сюда две семьи, да, появилась вилла 4 плюс 1. Это вилла была от застройщика, ну, как от застройщика, то есть эта вилла была с непереведенным титулом, то есть собственник еще не успел его перевести, то есть застройщика, который строил этот комплекс, я прекрасно знаю, и это в том числе явилось для меня вот решающим фактом для того, чтобы рассмотреть этот объект как вот потенциально на наше новое жилье. Вот, что еще, вот на что мы обратили внимание, да, вот то, что было важным и основополагающим для нас, это, конечно же, все-таки близость к инфраструктуре, то есть к магазину, к ресторанам, чтобы сам комплекс был чистый, опрятный, чтобы у него была нормальная проездная часть, не узкая дорога, которая на одну машину, а чтобы могли нормально поместиться, раздвинуться две машины, чтобы этот комплекс был заселен людьми, то есть там были собственники, которые ухаживают за своими участками, внутри, снаружи, и тоже повлиял наш выбор, это близость к Абелии, поскольку там же располагается вся необходимая инфраструктура в виде бассейнов и прочих-прочих моментов, и также детская площадка, и наша комьюнити, с которой мы до этого общались, и это являлось для нас огромным плюсом в выборе. Несмотря на то, что эта вилла выходила, ну, существенно, за наш бюджет, я понял, что не факт, что в ближайший период я смогу найти такой достойный вариант, а учитывая, что недвижимость продолжает и имеет тенденцию к росту, и вторичка к этому тоже подтягивается, вот, ну, я изыскал возможность, там, одолжил энную сумму денег, да, и принял решение, чтобы эту виллу покупать. Что касается вот покупки, тоже опять же, виллы, которые с непереведенным титулом, все довольно тоже просто, понятно, приехали к застройщику, которого я знаю, получили от застройщика необходимую информацию, то есть то, что все платежи по вилле были за это время давно уже уплачены, задолженности нету, по мейтенансу тоже проблем нету, трансформаторный сбор оплачен, единственное, был мне оплачен НДС 5%, о котором я уже потом после этого договорился с собственником, как мы этот НДС разделим. Ну, я, получается, разделил этот НДС, предложил разделить уже пополам с собственником, хотя в целом НДС изначально относится к первоначальному собственнику, можно так сказать, поскольку он выплачивается единоразово и выплачивается уже перед тем, как собственник будет переводить на себя титул. Поэтому, в общем, нам досталось, нашей семье досталась вилла с невыплаченным НДС, который мы выплатим. Также мне необходимо сейчас будет платить, когда я регистрируюсь буду в земельном кадастре, нужно будет заплатить 6% за это половина перевода титула. Конечно, не хотелось бы эту сумму платить, но, к сожалению, правила уже поменялись. И чтобы уже потом получить вид на жительство, например, для моей семьи, по праву собственности, нужно в любом случае обязательно регистрировать виллу и в налоговой, и в земельном кадастре, и, соответственно, платить вот этот налог. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание, опять же, на такие нюансы, как если титул не выделен, общайтесь с застройщиком, пообщайтесь вплоть до того даже с жителями комплекса, если такая возможность есть, чтобы понять вообще какие вопросы, проблемы, косяки могут быть вот в этом комплексе, с чем это может быть связано, ну, чтобы понимать потенциально, что необходимо будет устранять потом в течение проживания, да, и обустройства в конкретном доме. У нас, например, если вот брать этот комплекс, и вот в частности виллу, которую мы выбрали, тут была проблема первая, это с гидроизоляцией, то, что киприоты не любят дома строить вот прям так вот добротно, да, настолько, то есть нет гидроизоляции, и как такового утепления тоже особо нет, поэтому перед зимой нам нужно будет подготовить дом для того, чтобы вот все эти моменты соблюсти, как минимум решить вопрос с гидроизоляцией. И плюсом, конечно, явилось то, что в этой вилле было и отопление, электрические полы стояли во всех комнатах, были установлены, это здесь и стоят батареи под отопление, газовое отопление, здесь же есть еще камин, и то есть в целом вот те задачи, которые связаны с обогревом, эта вилла, в принципе, может выполнить. Плюс есть еще на территории бассейн, я, получается, сложил вот все эти опсы, которые уже включены, да, пусть даже во вторичную виллу, и понял, что, ну, других вариантов, альтернативных сейчас я не найду в такие деньги. Дорогие подписчики, это важное событие. Мы переезжаем из квартиры Абелии в наш собственный дом. Та-дам! И он находится рядышком здесь, в поселке напротив Абелии. Мы пока сейчас только еще будем заезжать, будем еще вещи сюда перевозить, наших квартир. Но вот вы сейчас одни из первых видите, вот момент, когда нам передали ключи, и мы будем потихонечку его устраивать. Вика с Настей уже начинают там что-то организовывать, распределять. Девчонки, вы с комнатой определились или пока еще нет? Нет. Здесь на граунд этаже есть первая комната, скорее всего, будет жить София с Глафирой. Потом просторная гостиная. Есть вот такая у нас пристройка с качельками. Территория порядка семи соток. Большая, просторная, смотрите. Здесь у нас и пальмочки есть, и цветочки. Конечно, мало зелени Вика, сто процентов скажет, засеивать это все травой, вот эти камешки. Как вообще эти ощущения? Прикольно. Конечно, мне все хочется переделать, как ребят, и в кухню будем делать. А так согласись, да? Вот как ты мечтала, да? Я мечтала, приходишь в море. Давай только вот там на камне берем и сделаем зеленую зону. Да, а там сделаем зеленую зону. Тут мы хотим еще сделать хороший такой шатер, реконструировать вот эту конструкцию. И здесь мы сделаем такую лаунж-зону летнюю. Пергола будет, перекроем, чтобы солнце не попадало. Сверху красивые такие белые занавески. И будем в этой части челись. Есть еще и вот эта часть при дворомой территории. Это Милашкина комната. Есть встроенный шкаф. Ну, потом мы, конечно, фурнитуру и сами на шкафы дверцы заменим. Более светлая тона. У меня толпы не надо. Будет мне такой влялица. А мне просто у сериала надо плавать поставить. Братите внимание, у нас есть и батареи, газовое отопление. Есть у нас в каждой комнате, что на первом этаже, что на втором этаже. Что на втором этаже. Теплые полы. И это очень важно. На Кипре, когда есть зимний период, очень, конечно, холодно. Это очень большой плюс. Опять же, есть у нас такая ватеросушилка. Полноценная, хорошая ванная. И теперь идем в родительскую комнату. Да. Вот еще у нас третья комната. Здесь будет Дима с Настей жить. У них открывается тоже хороший вид с второго этажа на море. На такую красоту. И теперь родительскую комнату. Покажи родительскую комнату. Где твои родители будут жить. У нас вид будет с одной стороны на этот участок. Плюс эту кровать мы уберем. Поставим свою кровать. В общем, мы перейдемли кровать, которая загромождала просто пипец место в этой комнате и создавала такое ощущение, что эта комната небольшая. И у нас шикарнейшая еда открывается. В общем, мы вернулись сейчас в квартиру. Гика делает блинчики. Она нашла свою бумагу с своими желаниями. Карта визуализации. Прочитай, о чем ты говорила. Там исполнилось наше желание. Прямо как я описала. С домом, с камином, с большой просторной кухней, с красивым видом на море и на горы. Со второго этажа с нашей комнатой так и есть у нас получается море, а сбоку есть горы. И это все прописано было два года назад в желаниях. И вот оно исполнилось. Да, у нас пока сейчас стоит беспорядок здесь. Вот мы будем сейчас потихонечку дальше перевозить вещи. Вот это одно из последних видео, которое мы запечатлеваем здесь с балкона уже не нашей квартиры, которую мы продали. Эта квартира дала нам много возможностей. И в первую очередь почувствовать себя вот счастливыми, живя в таком красивом месте, в такой локации, с такими прекрасными видами. А вилла наша располагается совершенно недалеко, рядышком. Вот тут, вот в середине закрыто другим домом. Поэтому мы будем жить прям-прям вообще на расстоянии вытянутой руки. Вот, в принципе, я такой небольшой вам сделал обзор дома. Потом буду вам показывать, как мы будем потихонечку все это обустраивать, приводить в порядок территорию. У дома, конечно, есть определенные косяки, которые нужно будет устранять. О них я уже более подробно расскажу в следующем видео. Таким образом, давайте подведу промежуточный итог, то, что связано с покупкой, продажей недвижимости, особенно на вторичной недвижимости. То есть вы должны проверить правоосстанавливающие документы у собственника. Также, если титул не переведен, обратиться к застройщику, пообщаться с ним, получить необходимую информацию, проверить уплату муниципального налога, консульского сбора, НДС 5%, трансформаторного сбора предыдущим собственникам. Ну и, конечно, быть готовыми к тому, что вы уже как новый собственник вторичного жилья будете платить 0,5% гербов и сбор при регистрации налоговой. Также перед этим вы заплатите половину от стоимости перевода титула. Всего перевод титул составляет 12%. Вы платите при регистрации в земельном кадастре только 6%. То есть 6%. Плюс, если не оплачен НДС, предыдущим собственникам платите еще НДС 5%. В общем, набегает такая довольно ощутимая сумма. Но, опять же, если сравнивать с другими странами, я смотрел ту же самую Испанию, смотрю некоторых блогеров, читаю некоторые издания, и я вижу, что там на самом деле есть свои проблемы, свои нюансы и сказать, что на Северном Кипре только вот так все плохо, печально, подняли налоги, здесь теперь невозможно жить, лучше покупать жилье в другой стране. Возьмем же в пример ту же самую Испанию, страна близкая где-то по климату. С 1 января 2024 года правительство издало указ, что повышение арендной платы больше не привязывается к официальному уровню инфляции и поднятие аренды можно сделать не больше, чем на 3%. То есть, например, если инфляция вставила в следующем году 10%, то собственник выше 3% поднять эту аренду и ставку к сожалению не сможет. Кроме того же собственнику уже необходимо будет платить комиссию из собственного кармана в размере одной ставки, одной месячной оплаты риэлторам за то, что они им привели потенциального арендатора. Ну вообще с чем связана эта ситуация? Это связано с тем, что большое количество населения, которое находится в Испании тоже осталось в связи с кризисом без работы, большинство живет на социальные пособия, не все могут себе позволить жилье арендовать по каким-то приемлемым ценам. Ну и правительство, я так понимаю, идет по пути на меньшего сопротивления, оно берет возможность имущества людей более обеспеченных и соответственно урезает их доходы для того, чтобы сдавать это имущество малообеспеченным слоям. Также вводится понятие такое, как напряженные зоны. Если в Турции это зоны какие-то называются уплотненными зонами или как там называлось, там где количество иностранцев больше, чем местных жителей, там превышает ренеденый порог, там 20-30%, то здесь в Испании вводится понятие напряженных зон, но уже идет отчет именно по стоимости аренды, то есть будет эту аренду лимитировать. То есть если арендная плата превышает 30% от среднемесячного дохода в Испании, а доход в Испании составляет примерно среднемесячные 2300 евро, то есть превышает примерно 700 евро, то соответственно выше этой планки сдавать в аренду жилье вы как собственник этого жилья не сможете. А также если квартира стоит пустая, собственник не предлагает ее в аренду, то налог на недвижимость планирует еще увеличить на 50%. Как бы вот такие условия создаются в Евросоюзе, и поэтому я, почитав, посмотрев мировые новости, понимают, что на Кипре конечно тоже не все так хорошо, как хотелось бы, но и не намного хуже. Здесь есть в любом случае потенциал для того, чтобы Кипру дальше северному развиваться. Конечно, если сравнить с классными такими странами, как тот же самый Дубай, то в пример можно было поставить как Дубай, как они на государственном уровне развивают эту инфраструктуру. Торговые центры, улицы, различные магазины, сады, школы, парки. Вот то, чего не хватает Кипру. Здесь сейчас все активно у нас застраивается этими зданиями, коробками, всем прочим, но пока еще, к сожалению, правительство Северного Кипра не настолько контролирует, не знаю, или дает ЦЦУ застройщикам, либо обязывает их создать, помимо того, что они жилые, помещения создают, но и создать еще вокруг красивую, цивильную, развитую инфраструктуру, чтобы действительно поток людей, тех же самых туристов, мог сюда приезжать, наслаждаться не только отдыхом возле моря, ну и вообще прекрасной инфраструктурой вокруг, делать шоппинг, водить детей в какие-то места, там детские развлекательные центры, проводить время в парках, на скамейках, да, то есть вот этот момент еще пока для которого Северного Кипра роси-расти, но если в перспективе начнутся шаги в твердое в этом направлении, то конечно Северный Кипр, я уверен, ожидает хорошее будущее. Ну и вообще, что касается инфраструктуры Северного Кипра, здесь не все так уж плохо, можно найти возможность, чтобы выехать в любой из регионов, провести классное время, например, мы на день рождения дочери ездили в Гирны, провели мероприятие в небольшом бутик-отеле, девочки провели мастер-классы, порисовали, красивые места, есть конечно исторические достопримечательности, есть замки, есть пикниковые зоны, поэтому каждый сможет при желании найти себе место и время для того, чтобы провести с семьей досуг. Теперь давайте вернемся к нашим общим новостям, связанным вообще с приездом сюда на Северный Кипр. В принципе, за это время ничего не поменялось, давно уже нету, не действуют карантинные меры для приезда сюда, а то есть не нужны никакие сертификаты, приехать сюда можно либо через Эрджан, это аэропорт Северного Кипра, то есть через Турцию, Стамбул, Анталия, либо Мерсин, либо на пароме переплыть, либо добраться через Южный Кипр, через аэропорт Ларнаки, Пафоса, то есть это для тех, у кого есть вид на жительство Евросоюза, либо там Шенгенвиза, поэтому в целом никаких проблем для прилета сюда нету. Единственное, что конечно подражают сейчас билеты, учитывая наплыв людей ближе к летнему сезону, уже с мая начинается у нас такой активный период, приедет много туристов, он уже сейчас уже ощущается, много людей бронируют заранее апартаменты на неделю, на две недели, на месяц, на два месяца, чтобы здесь проводить время, поэтому аренды жилье подорожает, а учитывая тенденцию того, что все-таки увеличилось еще вот эти дополнительные налоги появились, то жилье фактически будет, я думаю, скорее всего даже дороже, чем в прошлом сезоне в аренду, поэтому те, кто планирует сюда приехать в цели отдыха, заранее позабочитесь о том, чтобы найти подходящие апартаменты либо виллу для проживания, для этого вам помогут телеграм-каналы, которые есть в интернете, а в том числе нашей командой был создан телеграм-канал Кипр360, где вы найдете многообразие информации, касающиеся и покупки жилья, и аренды жилья, и ответить смогут вам на юридические вопросы, и там же есть вопросы, связанные с оказанием услуг, каких-то мест, которые можно посетить, достопримечательностей, магазинов для шопинга, и прочее-прочее, поэтому переходите по ссылке внизу, там как раз найдете всю необходимую и полезную для вас информацию. Что касается погоды, расскажу тоже в трех словах, в общем, зиму пережили нормально, зима оказалась в этом году более теплая, чем прошлое, даже не было как таковых снегов, в марте вот в прошлом году снег даже немножко выпал в горах в регионе СНТП, в регионе Гирна, ну буквально вот пару дней назад у нас была дождевая погода и выпал град, вот такие градины попадали в разных регионах, где-то это вот в таком количестве это напоминало как раз таки небольшой слой из града, напоминавший как бы снег, все-таки в отдельных районах Кипра прошел. Видите, дорога, прям такой дым-испарение из-за того, что дорога была раскалена от солнца, она уже теплая такая была дорога, а град выпал с дождем. Про 360 дней солнечных годов это точно сказки, но как минимум уже за это все время зимы, недели три дождливых дней было, но единственное, что с градом это, можно сказать, один из единственных дней, которые я сейчас в реальности наблюдаю, то, что было вот вчера и сегодня. По ценам на недвижимость, в целом, опять же, я вам хотел бы рассказать, показать интересные проекты, которые у меня есть, но, к сожалению, опять же, это будет слишком длинное видео, но единственный момент хочу застрелить внимание на парочку интересных проектов, которые находятся в Алсанжаке, один из них это танхаусы, комплекс 315 танхаусов находится в районе гостиниц отелей Merit. Ну и, конечно, друзья, я скромно умалчиваю о том, что у меня открыта компания на Северном Кипре агентства недвижимости, я, соответственно, могу вам оказать полностью помощь под ключ от А до Я, начиная с выбора недвижимости в онлайне, вариантов подходящих, организация знакомительного тура, показом здесь объектов, заключением договоров, ну, в общем, всех моментов, которые связаны здесь с покупкой недвижимости. С получением вида на жительство, с постпродажным сервисом и так далее. Я работаю также с партнерами, которые занимаются зарубежной недвижимостью. В общем, я открыт сотрудничеству, открыт своим клиентам. Друзья, в общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова